77-й детский сад Череповца. От других он отличается тем, что работает здесь сразу 7 компенсирующих групп. В них у них дети, нуждающиеся в коррекции зрения. Всего у города Металлурга в таких детских садах 2. В нашем городе очень много детей с нарушением зрения. В первую очередь для таких родителей мы проводим консультацию, как видит ваш ребенок. Мы предлагаем им различные очки, где-то полностью заклеены, где-то частично заклеены, чтобы они могли представить, как видит их ребенок, чтобы в дальнейшем помогать ему, не обижаться на него, не ругать. Самих малышей здесь учат взаимодействовать с миром. Ориентироваться в пространстве это в первую очередь. Для того, чтобы дошколятам было удобнее ориентироваться, у всех помещений в детском саду есть вот такие тактильные указатели. Это нотка, например, у музыкального зала. А вот этот интересный ягодный указатель, он уже у группы номер 4, брусничка. Многое из того, что большинству кажется само собой разумеющимся для людей, ограниченных в зрении, сложная практическая задача. Например, воду в чайник или чашку. Как налить так, чтобы не через край? Можно, конечно, руками пробовать, но есть другой вариант. Например, индикатор уровня жидкости. Мы вставляем в чашку с водой, и он начинает звучать. Также вот такой прибор называется цветотест. Мы его включаем, и он определяет цвет. Многие дидактические материалы педагоги детского сада делают сами. Вот эти, например, из гипса. С помощью таких маленькие ручки учатся на ощупь различать предметы. Проблемы со зрением у этих ребят разные, но многие удается корректировать, хотя бы частично. Вот это бебезеотренер. Детки занимаются для того, чтобы развивалось бинокулярное зрение. То есть, видели два глазика одновременно вместе. Достигается это простым объединением изображения. Один глаз видит картинку, другой белый лист. На нем нужно обвести рисунок. Оказывается, это не так просто. Мы на себе испытали методику. Есть еще в арсенале у специалистов аппарат «Ласт». С его помощью уже остроту зрения повышают. Дело в дошколятое и простые упражнения. В группах для этого специальные картинки висят. К сожалению, корректировке поддаются не все проблемы со зрением. Кому-то приходится учиться жить в темноте. Но главное, чтобы окружающие не были слепы к тому, кто зрением обделен. Пока. Продолжение следует...